Русская служба новостей. Русновости.ру Девять часов три минуты понедельник, седьмое сентября. Девять часов три минуты понедельник, седьмое сентября. Такого непринужденно антисоциального хотелось. Душа просила, да? Чуть-чуть музыки, подождите. Хотелось отчебучить с утра чего-то. Мы к флешмобу всех решили призвать. Вы знаете, что и до свершицы предначертанное. Был же Путин у Глазунова, как помните? Помню. Да. И они, значит, ходили вокруг картины, где святые, сейчас я скажу, Олег и кто-то у него на руках сидит. Или наоборот, они друг у друга на руках сидят, святые. Князья Олег и Игорь сидят друг у друга на руках, на коленках. Ну вот. Ну, может быть, мест не досталось. А нет, на руках! Один у другого на руках, но кто? На руках, один из них небольшой раз. И там, значит, Владимир Владимирович Путин правически, вы знаете, он прозрел, что меч недостаточно велик. Он сказал, что таким ножиком колбасу резать. У нас здесь было, между прочим, голосование, и мы голосовали, что нужно пририсовать. То есть, да, и Глазунов сказал, что он увеличит меч. Ведь это же было сказано. Он сказал, я дорисую. Дорисую, в смысле, размеры. А мы ставили вопрос, потому что не было понятно, что. Ну, так вот, нет. Дорисует колбасу. Раз есть нож для резки колбасы, дорисует колбасу. Ставился вопрос. Увеличит одного из к ней. Или увеличит... Нет, нет, нет. Все, нет, нет, не путайте. Значит, было всего два варианта. Увеличит он ножик, то есть меч. Либо дорисует колбасу. Либо дорисует колбасу, потому что ножик для колбасы есть колбасы, нет. Значит, сейчас корреспонденты новой сходили к Глазунову. Смотрите, какая халатность. Прошли месяцы, месяцы. Месяцы, жуируя своей безнаказанностью, Глазунов манкирует указаниями премьера. Это ли не свинство? Это бесчинство распоясывшегося художника, мне кажется. Абсолютно разнузданного. Боже, какая грязь. Почему? Теперь мы призываем всех к флешмобу с Настей. И нам кажется, что во исполнение воли Глазунова и Путина мы должны кто-то проникнуть туда и дорисовать либо колбасу, либо ножик, что-то одно из двух. Да, обязательно, конечно. Вы бы что, Сергей, стали дорисовывать в первую очередь? Я как демократ какой-то там волны, может быть, уже 128-й, я бы, знаете, как все-таки дорисовал до колбасу. Потому что здесь было голосование у нас, и наши слушатели... И все-таки колбасу. Ведь ножик уже есть, и пусть себе. А надо дорисовать колбасу. А колбасу верхним слоем на колене кому-то. Какую-то докторскую, да. Вы бы докторская. И мне тоже, видите, докторская. Да, да, да. Вот только общеная была бы не очень, а вот докторская. Таким ножиком они бы перепилюкали друг к друге коленки, там, честное слово. А вот докторская, она бы как-то мягко шла. Нет, ну скажите Глазунов. Ну скажите Глазунов. Ну вот даже не знаешь, как характеризовать после этого. А в чем? Вот как это характеризовать? А как его характеризовать? Ведь он солгал премьеру-министру, а? Ну, мы не видели его этого, как он, еженедельник? Может быть у него в планах ставить это? Нет, серьезно. Послушайте, Глазунов при Путине сказал, я дорисуюсь. Сегодня новая газета идет туда. Говорит, пожалуйста, где дорисованы? Пожалуйста, дню города культурные учреждения готовят подарки. Галерея Ильи Глазунов, овощи и флагманский статус определенным типографическим расположением километра от Кремля поздравляет город. Глава правительства был недоволен размером и толщиной меча в руке князя Олега с картины 1972 года «Холст масла собрания Третьяковской галереи». Автор картины Илья Глазунова обещал все исправить. Прошло три месяца! Три месяца, пожалуйста, картина «Князь Олег и Игорь» на третьем этаже. С ней ничего не произошло, и в этом разумный консерватизм отечественного избрания нет. В этом и разнузна антиправительственная деятельность Глазунова. Меч Олега... Может, Глазунов уже переделался в эти... В этой ночью? В смысле, вы внесёте... Нет, наверняка он примкнул к Немцову. Я чувствую, к этой вот, ко всей этой... Сделается по бродяжкой, будет ходить 31-го числа всячески на маяковку, будет его бить по башке дубинкой дураха и так далее. Потом кто-нибудь узнавает. Да-да. Он будет совершенно еще неузнанным. Наоборот, наконец-то его начнут узнавать за это, понимаете, и так далее. Цари и святые... Я считаю, календарики с изображениями надо предприимчивым уже предпринимателям взяться за дело и начать печатать календари с этой картиной. Мы обратили внимание общественности. Мне кажется, что любой человек, который с баллончиком дорисует либо меч, либо колбасу, мне так кажется, и в этом скорее вопрос, чем ответ, выполнит волю и премьера, и художника. Может быть, у него какие-то явления уже у Глазунова. Он забывает повеление премьера. Все-таки возраст. Возраст? Сколько ему было лет-то? 70. Ему? Когда? Когда вот премьер, собственно, пришел поздравить с днем рождения, с юбилеем пришел, премьер тогда. Сколько было лет ему? Ну, что-то там такая дата была, не 25 точно. Не 25. Не-не-не. Значит, он, наверное, забывает. Надо просто прорваться туда в галерею и дорисовать. Напомню. Напомню. Записочку желтенькую просто оставить. 9 часов 9 минут. Погнали дальше. Русская служба новостей. Реклама. Страховая компания. Контакт страхование. Скажите, а если кирпич на крыше? Отлично. А если взад 600-му въеду? Отлично. А если у меня денег совсем мало? Отлично. Отличная каска от компании Контакт страхование. Тарифы от 3,9% для автомобилей стоимостью более 700 тысяч рублей. Завол Контакт страхования. 276-09-96. 276-09-96. Ну а если я гонщик-каскадер? Телефон регламной службы 913-9963. Они умнее вас. И с этим ничего не поделаешь. Они известнее вас. С этим придется смириться. Их следует воспринимать всерьез. В этот понедельник у микрофона сопредседатель партии «Правое дело» Леонид Гозман. В эфире русской службы новостей «Титаны общества». После 18.00. Русская служба новостей. Радио РСН. Подъем. Известный неонацист Баффорд О'Нил Ферроу, который отбывает пожизненное заключение за стрельбу в еврейском центре Лос-Анджелеса в 99-м году, в письме, направленном редакцию газеты «Лос-Анджелес Дейли Ньюс», отрекся от российских взглядов. Он признался, что сожалеет осадеянным и вообще говорит, что он новый человек. Ему очень жаль, что он причинил столько боли. Он убил там филиппинца. И, например, брат этого филиппинца, Джозефа Эйлетто, говорит, что это добрый знак, что он раскаялся. Но брата-то не вернуть. Вот сейчас человек новый, он перерождается как личность, а отвечает за грехи той старой личности. Чудно, диковинно, ужасно. А что? Ну и будет теперь сидеть, уже переродившись всю жизнь, правда? Давайте говорить о тех нацистах, интересной публикации здесь у нас, не в Калифорнии. Банда патриотов в «Известиях». «Известия» продолжает цикл публикаций о группировках неонацистов. Банда патриотов, есть целая серия публикаций в «Известиях». Так вот, на днях в Санкт-Петербурге закончено расследование уголовного дела очередной банды. 26 человек, 26 человек, которые вообще друг друга в лицо не знают. Вообще они не банда, поймите. Вот явление, с которым нам предстоит, мы уже столкнулись, но нам предстоит какую-то выработать стратегию. Они не банда. Они не знают вообще друг друга в лицо. Им заявляется в интернете, что они должны явиться в такое-то время, с таким-то обмундированием. Там какое-то одно, допустим, ботинки шнурованные. Этого достаточно. Это опознавательный знак для своих. Дальше они набрасываются на первого встречного человека, который выглядит как нерусский. И его убивают, фактически убивают. Значит, после чего они бросаются в рассыпную. Но они действительно не знают друг друга. Даже если вы одного возьмете и скажете, ну а как взять остальных? Как их арестовать остальных? Настя, они как? На самом деле как? Они как, они не знают друг друга. Они не знают, но если вы зайдете на его компьютер, кого вы взяли, придете к нему домой, откроете его почту, откроете его страничку в социальной сети, то вы сможете увидеть и понять по IP-адресам, где сидят остальные, которые заходили, которые могли принимать участие хотя бы. Ну заходили-то многие люди. Милиционеры заходили, чтобы их изучить, например. Ну как? Очень многие люди могли заходить. Могли заходить журналисты, которые их изучают. Ну как? Так, понимаете? Их 26, это внимание, 26 человек собираются на убийство. Ну что, 10 утверждений. Реально, фактически, фактически. Собираются вместе с ними. Убивают. Расходятся. Кого бы вы ни взяли, сколько бы вы из них ни взяли, они действительно, де-факто, друг дружку не знают. Абсолютно. Они знают только, что должны быть шнурованные ботинки. Больше ничего. Как с этим бороться? 7-8-8-107-0. Как это побеждать? 7-8-8-107-0, наш телефон в студии. Позвоните правоохранители, пожалуйста. Позвоните люди, которые связаны с интернетом. Вы знаете ходы. Как с этим бороться? 7-8-8-107-0, наш телефон в студии. Потому что они действительно, когда они утекают, эти 26... Это не двое, не трое, поймите. Это огромная толпа уже. Когда убивают 26 человек, представьте, что 26 человек убивают вас. Это чертовски много, правда же? И они никогда прежде не знали друг друга. Алло, здравствуйте. Здравствуйте, Юрий. Да, Юрий. Москва. Я по поводу борьбы. Да. Как? Никак не бороться. Ничего не сможете сделать. Вот Анастасия говорила про IP-адреса, да? Да. Есть программы, и ими пользуются все такие люди. IP-адреса просто плавающие, меняются постоянно. Да, Настя, говорите, Настя. Скажите, вы можете себя поставить на место человека, интересующегося такими взглядами, например? Ну, вы пользователь интернета, вы можете просто выходить на эти встречи до того, как они случились, и вы, сотрудник МВД, условно организовываете группы, вы просто в момент, когда они собираются со шнурованными ботинками, всех их накрывать еще до того, как они выбрались, или вот только подослать им у какого-нибудь человека, дождаться первого удара и взять их всех, например. Это же возможно, нет? То есть стать одним из них, стать... Если вы возьмете, они докажут, что они просто случайно там находились, и никакие ботинки это... Правильно, смотрите, смотрите, нет, нет, давайте оставайтесь с нами, Юрий, секунду, правда, подождите, важно. Вот смотрите, Настя говорит IP-адреса. Я просто для смеха, но это никто не видит, может быть, даже в веб-трансляции это не видно. Я открыл вот луковичку Видалия Тор у себя на компе. Вот, видите вот эту луковицу? Чтобы вас было не видно. Луковица. Видите луковицу? Да. Видалия Тор. Она делает фиктивные IP-адреса. Скажите, зачем она у меня? Я лично знаю такие сайты. Нет, я... Слушай, у меня на компе стоит. У меня на компе стоит. Нет, ты говоришь, сайты знают, в смысле... Да, спасибо, спасибо, Юрий. Значит, у меня на компе стоит. Скажите, для чего? Потому что я хотел... Ну, я играл в разведчики в детстве. Мне нравится. Хорошо, Сергей. Мне кажется, это дико прикольно. Если мы сейчас возьмем... У меня вот это Видалия защищает Firefox. От кого? Я ничего там не делаю. Ничего плохого я там не делаю. Если мы вас сейчас заберем, вот, в секунду, вы не успеете там ничего не закрыть, не удалить, то мы увидим, что у вас в кэше, какие у вас были открыты сайты, и что вы писали, куда вы ходили. Нет, я захожу, как из Калифорнии, из Франции, из Новой Зеландии. Ну, на вашу компьютеру. Я захожу, черт знает откуда, я в основном из Германии захожу. Пускай специалисты скажут. Ну, ладно, ну что, ну как... Я не знаю, ну почему. Ребят, мне это не нужно, это поставилось любопытство, потому что я зашел в все для Мака, такой сайт, и там было, например, Сикруси. Я думаю, пум, как прикольно, ну что, все же хотели быть разведчиками. Давайте поставим Сикруси. Алло, здравствуйте. Добрый день, меня зовут Михаил. Да, Михаил. Я думаю, необходимо причину убрать. Причину это что, значит, какую все-таки? Нет, причину, почему все это происходит. Причина, да, но давайте оперативные меры еще придумаем. Причину, да, я понимаю, то есть надо сделать здоровое общество и все такое. Да, да, да. Как эльфы, перепаркивать цветка на цветок, питаться нектаром, и все на свете. Но это не скоро произойдет. Да нет, можно и побыстрее все это делать. А я поняла, что нет. Перестать мордовать русский народ. А, то есть сразу уже иностранцев выгнать. Нет, зачем выгнать? Ну давайте, выгоним иностранцев. Послушайте, вы же знаете, что дело не в таджиках, что... Вы знаете, что в таджиках? Нет, конечно. Речь о другом. Да. Всегда кто-то мешал. Послушайте, вспомните фразы о том, как мешают полячишки с армяшками. Это же конец 19 века, прочитайте. Я немножко о другом говорю. Перестать мордовать русский народ. Сегодняш. Это правда, но кто его не мордовал? Сегодняш. Николай Второй мордовал русский народ? Да он мордовал все подряд. Понятно. Просто всегда были враги, я хочу вам напомнить. Мордовали, не знаю, спасибо. Всегда были враги. У Сталина, который благодарил русский народ в конце войны, тоже были враги. Всегда были враги. Вот он и не мордовал русских, но у него были враги. Понимаете, я очень хорошо помню все эти лозунги из литературы. Мало того, каждый народ, я думаю, уверен, что его мордуют. Ну, конечно. Ну, если швейцарцы думают, что их мордуют, итальянцы. Нет, итальянцы не просто думают. Итальянцы северные полагают, что они работают. В то время как южане, хамы от зажравшейся, не работая, получают пособие, южане полагают, что все деньги у северян, эти скоты, руководят страной. Пьют соки. Да, пьют соки, в то время как они пьют граппы. То есть Италия считает еще пополам. То есть одна половина считает, что ее мордует другая. Притом каждая считает, что ее мордует та. Нет, в Италии там совсем плохо все. Слушайте, нет, серьезно. Были же... Всегда тот мешал. Сейчас мешают таджики и кавказцы. До этого мешали, значит, было сицилисты, скубенты, армяшки и полячишки. До этого потом евреи, значит, евреи время от времени возникают. Они то возникают, то исчезают. У них такое свойство. Они как улыбка, чеширство, катар. Они кто больше мешают, то меньше. Они мордуют русский народ с переменным успехом. То вдруг сильно замордует, а то вдруг чуть-чуть подотпустят. Понимаете? Не думаю, что дело в этом. Все-таки как взять эти флешмобы такие, которые убивают? 788-1070. Люди собираются. 26 человек в Петербурге. Не знают друг друга. Убивают и уходят. Они знают друг друга только по ботинкам. Как предотвратить? Алло, здравствуйте. Добрый день, Сергей. Петр. Да, Петр. Сергей, а я вот предлагаю по-другому немножко все это сделать. Так что сейчас доказательной базы нету для того, чтобы с этими ребятками бороться. Потому что правильно, действительно. Они собрались. Ну, один ударил. Адвокаты докажут, что это он один. А остальные пришли только посмотреть. У них не было... Больше всего того. Всегда окажется, что не этот, а другой ударил. Какой-то другой. Конечно, конечно. Ну, я буду на вас показывать. Вы на меня. Докажи, съемка там, это все тоже ерунда. Я хочу сказать по-другому. А ведь можно сделать это, как русскую рулетку. А это как это? А вот так вот. Я, допустим, говорю, ребятки, завтра собираемся там в таких-то ботинках и так далее. И те, кто в этих ботиночках пришел, начинают прессовать. А прессуют уже за то, что они перешли не по зебре, например, дорогу? Нет. Зачем? Такие же ребятки, только с другой стороны. А это только с бейсбольными битами? Так они есть уже. То есть, я говорю, ребята, приходите, завтра будем бить черных. А на самом деле я как раз вот тот поп-гоп. А мне кажется, что... Так это и будет, так это и будет. Ждите, конечно. Придет 26 ботинок, а там будет 200 без ботинок. Помните, раньше-то все время вот эти, как его, скинхеды били там этих, восточных ребят, да? Там девочек, помните, была страшная вещь? А совсем недавно в метро русских пацанов... Кстати, Павел, вы знаете, что зарезали главного обвиняемого? Нет, вы знаете об этом или нет? Конечно, да. Я слышал об этом, что зарезали действительно. И скажите, что это было случайно. Нет, мне это не похоже на случайность. Теперь, да. Ну вот, значит, бой начался. Бой начался, я спрашиваю, ау, я спрашиваю правоохранителей, а вы-то что будете делать? Послушайте, сейчас, конечно, пойдет стенка на стенку. Конечно, очевиднейшим образом, значит, будут провокации, когда, например, заинтересованные 100 человек без ботинок, но зато с длинными кинжалами, позовут людей в шнуровке, которые придут, 26 человек, а их зарежут 100 человек. Миндия. Да, какая? Как вы считаете? У меня ощущение, послушайте, что нет вообще милиции. Где милиция в этот момент возникает? Какой момент? Милиция борется с коррупцией. Не, а знаете, как в американских фильмах, уже когда фильм закончился, такая... Да, 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 желтая такая, вселяющая надежду. Вселяется, появляется полицейская машина, наконец. Так успокаивающаяся, потому что... В конце, уже когда все уже потные, мокрые, от крови все... Все привидения уже улетели. И вдруг такая сирена за... Где милиция? В какой момент возникает, я спрашиваю? 7, 8, 8, 10, 7, 0. Никто не понимает. Как это предотвращать? Никто не понимает. Как с этим бороться? Никто не понимает. Где милиция возникает? Сергей, я знаю, милиция была. За 10 минут до этого проверяет документы. Здравствуйте. Да, здравствуйте, да. Добрый день. Как вас зовут? Меня зовут Юрий. Юрий. Ну скажите, где милиция фигурирует в этой истории вообще? Вот она фигурирует в начале, в конце, в середине. Где? Да, в принципе, она медине фигурирует. И не может фигурируть, верно? Не может, конечно. Ну вот, а мы ищем, а мы ищем, где же потайная дверь? Где черный ход? Где кроличья нора? Где она может пролезть, милиция? Нигде. Да, понимаете, в чем дело. Здесь вот я как бы хотел присоединиться к одному из ваших слушателей. Не к тому, который последний предложил, чтобы какие-нибудь люди... Наоборот, провокация, да. Ну, это просто превратиться в какое-то кровопролитие. Сто процентов превратиться, вы же это понимаете, да? Кому нужно, да, совершенно. Да, превратиться сто процентов, да. Необходимо какие-то организовывать специальные, не знаю, службы, которые бы занимались именно проблемой молодежи. Ну, понимаете, управление Ка, ведь есть электронная вот эта разведка, контрразведка. Управление Ка МВД, оно, например, один из величайших подвигов управления Ка, это они попрали, ну, по словам Чичваркина, его самое, так сказать. Чичваркин говорит, что они его попрали. И он готов выступить жертвой в этом бою, поединке. Ну, опять-таки, несколько судебных дел в отношении блогеров, которые идут по 282-й статье. Да. Вот, ну, как бы, опять-таки, это достаточно двустороннее все. То есть, этих людей привлекают, других людей не привлекают. Ясно, спасибо, понятно. В общем, в общем, милиция блестательно отсутствует. Понятно, да? Все. Значит, мы прогнозируем, во-первых, мы вам рассказываем о том, что происходит вокруг. Мы прогнозируем провокации взаимные, бои этих армий. Эти армии будут сражаться. Эти армии будут сражаться на наших улицах. Эти армии будут каким-то образом крепчать, я думаю. И те, и другие будут крепчать. И одни, и другие будут крепчать. То есть, русские за счет количества и ожесточенности, вызванные ощущением, что их мордуют, пришлые за счет корпоративности, потому что они очень сплоченные, в отличие от русских. Невероятно. Еще есть какие-то антифа. Да, да, да. Нет, ну, вот, значит, вот это все вместе, это все будет воевать. Это все, этому всему достанутся наши города и улицы. Это все однажды закончится победой той или другой страны, правда же? И главный вывод. Милиция не просматривается ни на полсекунды, ни в начале, ни в середине, ни в конце. Милиция проверяет документы у приезжих. Нигде. Ну, да, кто-то проверяет. То есть, они получают с таджика перед этим 500 рублей. Да, да, да. Очень хорошо, очень хорошо. Но милиция не просматривается в этой войне. Нет ее роли. Ни один из позвонивших не выдумал роль для милиции. Ее блистательно нет. Милиция что делает? Она ездит в Лексусах, она стреляет по нам в супермаркетах, она давит наших детей на зебре. Вот чем занята милиция, правда? То есть, здесь, внутри, я не вижу в этой войне никакой роли милиции. 9 часов 24 минуты. Обзор прессы. Коррупция, злоупотребление властью, мошенничество. Что еще скрывают от наших умиротворенных повседневных взглядов? Расследование ведут агенты 107. Каждый вторник в прямом эфире Русской службы новостей журналист Андрей Калитин и председатель Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов. Во вторник в 10 вечера. Агенты 107. О самых злободневных спортивных событиях при участии героев и свидетелей. О соревнованиях и не только, о жизни атлетов за кромкой поля. Все о спорте в монологах и дискуссиях в программе «Чемпионский тайм». Каждый понедельник после трех часов дня на Русской службе новостей. Ведущая спортивный обозреватель Светлана Матвеева. Русская служба новостей. Москва. 107.0 FM. Подъем. Сергеем. Даренко. Найросен. Обзор печати. Анастасия Аножко, 926. Два года для следователя не срок. Такая статья вышла в коммерсанте. Мострыкин всюду хвастается, да. И не только его замы, везде и в комсомолке, смотрите, и в российской газете. Два года им исполнилось, да. Два года следственному комитету. Неприкасаемых для них нет. Много резонансных дел. В общем, в целом, такие довольно положительные интервью были опубликованы. Смотрите любую газету, там все есть. Коммерсант же пишет о том, что в Махачкале на рынках и возле мечети в последние дни неизвестными были разбросаны листовки с угрозами убить способников боевиков. А якобы писали эти листовки родственники убитых милиционеров. В числе поименном в этом списке есть и журналисты, и правозащитники. И вот теперь они беспокоятся за свою жизнь. Вот такой факт описывает коммерсант. Еще, ну, если продолжать тему, вот экстремизм, радикализм, мы только что мы сказали, да. Новая газета только сейчас пишет о том, что утром в четверг был расстрелян Расул Халилов, проходивший по делу о драке в метро. Мы помним там якобы с криками бей русских свиней группа. Его расстреляли. Ну, значит, при этом, сейчас я не говорю, при этом война идет, то есть война идет. Ну, в общем, да. И милиция блистательно отсутствует. Люди гибнут, в общем, что-то такое происходит. Милиция блистательно отсутствует. Просто очень важно, государство в этой войне не участвует. Или все-таки участвует. Ну, вот как-то пишут, по крайней мере, об этом. Ну, война идет, война идет, да. Вот в субботу прошедшую министр финансов стран Большой Двассатки собирались в Лондоне. И был там и наш министр, Кудрин, и говорил, что нам придется ехать по колдобинам и кощикам. Ну, это, естественно, метафора. Речь идет об экономике. Но, в общем, о выходе из кризиса, то, что сказал наш министр, можете посмотреть в «Известиях» более подробно. А газета «Газета» рассказывает о том, что в Совете Федерации предлагают трактовать историю России по американской модели. Но речь идет, скорее, о том, каким образом будут формулироваться подходы именно для учебников истории, которых сейчас более сотни. И в них очень четкие индивидуальные позиции авторов. Они иногда совершенно противоположны и совершенно непонятно, как и кто будет учить наших детей истории. История – вещь очень важная для формирования сознания. И вот у нас Сергей Миронов, председатель Совета Федерации, в пятницу встречался с группой преподавателей истории. Они вырабатывали концепцию. Будут предлагать создавать единый комитет, который будет рекомендовать учебникам истории, каким образом освещать какие события. Ну, я думаю, для массы правозащитников и либерально-мыслящих людей эта статья в газете «Газета» должна дать повод для дискуссии. Либерально-мыслящие люди не отвергают логарифмическое исчисление. Нет, конечно. А вы знаете, что это штампы? А вы знаете, что по-настоящему можно с каждой задачей решать рядом способов? А мы, дети, когда учим, мы закладываем один способ. Да. Понимаете, да? А вы понимаете, что интегральное исчисление, которое я сейчас только не плюйтесь на меня, кажется, открыл сэр Исаак Ньютон интегральное исчисление. Вот до него, допустим, не было никакого интегрального исчисления. Понимаете, да, что все равно это штамп. Вообще говоря, способ решать через интегральное исчисление есть штамп. Ну тогда вы как либералка должны сказать, давайте детей вообще ничему не учить. Хрен с ними, пусть они, значит, как кривичи питаются этими, лечатся почками с берез, понимаешь, не надо их ничему учить, потому что все, чему мы их научим, это штампы. А почему в истории не может быть штамп? А я вам скажу, что обязательно должны быть штампы. И сказать, почему? Потому что у нас должны быть точки согласия, Настя. Конечно. У нас должны быть точки согласия. Насчет, например, не убей. Есть согласие? Ну, например, слава тебе, Господи. Ну вот. Видите, и дальше, и дальше, и дальше, и по истории должны быть точки согласия, иначе мы не будем нацией. Я же не против. Я только так. Вы были либералкой только минуту назад. Я сказала, что либеральная общественность, эта статья может быть интересна. Вы хотите оставить детей ублюдками, которые будут питаться? Каждый раз, каждое поколение должно все заново открыть для себя, питаясь, как кривичи, лечась почками с березой. Понимаешь, без бенициллина ничего не открыто. Все. Все, она говорит, это же штампы. Ну да, штампы, 9.30. Вот еще один штамп. Новости на РСН. Русская служба новостей. Русновости.ру Подъем. Подъем с Сергеем Доренко. На Русской службе новостей. 9.33 вещь, которую я хотел обсудить, это интервью Потанина. Потрясающее интервью Потанина. Настя. Мы с Настей Аножко. Настя, смотрите, значит, что Потанин жалобится. Потанин, он, как бы вам сказали, он прошел же тоже, ну, как все, как все, он прошел длительную эволюцию. То есть от инфузории туфельки он дошел до человека, взявшегося рассуждать о судьбах России. Я помню его, я помню его премьером, когда олигархи захватили власть в 96-м году, проведя Ельцина на второй, на второй срок. Это были выборы 3 июля, 3 июля 96-го года. А потом, значит, Чубайс, который возглавлял один из штабов, был штаб у Сосковца и штаб у Чубайса. Так вот, Чубайс сделался главой администрации. Значит, Гусинский получил тогда НТВ, извините, припоминаю, а Потанин в такой вязаной шапочке странно ездил по стране и четко узбасских шахтеров уговаривал, чтобы они патриотами сделались и работали все равно. Не важно как, но они чтобы работали. Вот, теперь смотрите, что он пишет. Он дает интервью. Он говорит, главный вопрос для предпринимателя, приемлет ли его общество. А это новшество, между прочим. Приемлет ли его общество? Нужна ли и полезна ли его деятельность для страны? Вообще, я уж Чик заговорил, смотрите, заговорил. Никто не хочет быть изгоем. Он проговаривается, он чувствует себя изгоем, предприниматели чувствуют себя изгоями, его уровня, олигархи чувствуют себя изгоями. Любой нормальный человек должен комфортно чувствовать себя в своей стране. Значит, они чувствуют себя некомфортно в своей стране. Понимать, что от него есть польза, что его уважают. Значит, они понимают, что от них нет пользы, их не уважают. Это очень важное ощущение, говорит Потанин. Иногда эти вопросы важнее кредитования, рейтинга, котировок акций и прочее. Я считаю, что нормальный цивилизованный законопослушный предприниматель заслуживает уважения. Значит, пока не заслуживает, да? Потому что создает новые товары и услуги. Непонятно, почему мы должны его за это уважать. Платит налоги, рабочие места, а также создает среду людей, о которых государству не надо заботиться. Поэтому, когда сосед занимается бизнесом, это хорошо, ведь он не сидит на шее государства. У нас такого восприятия нет, говорит он. Значит, когда он говорит, чего хочет, я могу прочитать то же самое за Потанина, чего нет. Да, вот как я говорил сейчас. Ну, смотрите, смотрите. Значит, общество не приемлет предпринимателя уровня Потанина. Нет, не приемлет. Не считает его деятельность нужной или полезной для страны России. Он считает его изгоем, и он считает, чувствует, что его считают изгоем. Он некомфортно себя чувствует в своей собственной стране. Он понимает, что от него никакой здесь пользы нет, по мнению окружающих, и его не уважают. И они, кажется, хотят теперь заставить нас себя полюбить. Ребята! Эй, братцы! Олигархи! Олигархи! Вся олигархическая сволочь! Товарищи! А через что надо почувствовать? А как же они всегда говорили, цена вопроса? Потанин, мы тебя полюбим. Цена вопроса. Эй! Они же всегда, глядя на все, говорили, цена вопроса. Эти люди придумали говорить, цена вопроса. Эти люди придумали так говорить. Выбор, цена вопроса. Посадить этого второй раз, там, Ельцина, цена вопроса. Там, красивая женщина, цена вопроса. Красивая картина, цена вопроса. Талантливый человек, музыкант, неважно, цена вопроса. Понятно, да? Они же привыкли. Любовь, цена вопроса. Потанин, купи любовь, зараза! Что ж ты, собака! А что ж ты раньше-то говорил, цена вопроса! А что ж ты теперь ходишь, конючишь, чтобы мы тебя полюбили, а, сынок? Что ты ходишь, конючишь? Ты ж цена вопроса на все говорил. Ты же Россию покупал, зараза! Что ж ты теперь ходишь, конючишь? На, поцелуй, ботинок! Что он ходит, конючишь? Что он хочет, чтобы мы его полюбили? Хочет. А зачем? А больше его нигде, наверное, не любят. А пусть его в Лондоне любят, а? Англичане не спадают. Цена вопроса же была раньше. Что вы, ребята, они любви захотели. А они по-серьезски хотят, чтобы мы их полюбили. Господи, помимо. А чего им не хватает-то, а? Непонятно, через что. Они не могут договориться с двумя вещами. Они не могут договориться с двумя вещами. Со смертью, напомню, Потанину про апопоптосклеток. Апопоптозклеток, лаборатория, которая работает под руководством, если не ошибаюсь, профессора Столярова. Апопоптозклеток. Это что? Это что? Это что? Это что? Это что? Это плохой склеток или хороший? Это выработка бессмертия и отмена апопоптоза организмов, целых организмов и апопоптоза клеток. Приписывают, во всяком случае, участие крупных олигархов и поговаривают о Потанине, как человеке, который финансировал на каком-то этапе эти исследования. И пытается договориться и купить мамашу смерть, курносую дуру. А она не смотрит, она ей плевать, баба с косой такая, знаете, он пытался с ней договориться. Кажется, не получается, теперь он хочет, чтобы мы его полюбили. А еще что-то вы сказали, вот одно, они со смертью не могут, еще с чем-то. С любовью они не могут договориться, их любят принужденно, их любят трудолюбиво, но их никто не любит. Вот о чем он говорит. Он говорит буквально в этом интервью, Потанин буквально сообщил нам в этом интервью, буквально следующее. Эта трудолюбивая халуйская любовь нас утомляет. Полюбите нас просто так, за то, что мы, за то, что мы... Даем работу. За то, что мы ребята хорошие, вот и все. Понимаешь, полюбите нас, но мы со смертью договориться не сумели, мы умираем. А вы нас можете просто любить, говорит нам Потанин. А с чего это вдруг, ребят, у вас же все есть, у вас же и ртом и жопой же вы жрете, ребят, у вас же все есть, ребята. Чего вам вдруг нужно-то оказалось? Чего вы задрыгались-то, а? Вот видите, как. Ну что же, 9 часов 39 минут, через минуту вернемся, я хочу с вами это обсудить. Русская служба новостей. Радио РСН. От народа. От соков земли русской. Константин из Щелкова. Ежедневный комментарий. Видит суть. Лапидарен. Точен. Беспощаден. Правда. От Константина из Щелкова. Сегодня. После 19.00. Многие из нас верят в Бога. Многие нет. Некоторые верят людям. Некоторые в них разочаровались. Но если есть мысль, есть проблема, есть скорбь или радость, звоните. В ночь с понедельника на вторник с 0 до 6 часов утра на русской службе новостей наступает время доверия. Доверие. Русская служба новостей. Радио РСН. Подъем. 9.40. Почти 41 минута. В этот понедельник, 7 сентября, мы обсуждаем интервью Потанина, в котором Потанин взыщет любви. Он захотел любви. Есть две вещи, которые они никак не купят. Это любовь, потому что трудолюбивая любовь проституток, которых они нанимают. Проституток и мужского и женского пола. Как вы знаете, среди мужчин проституток существенно больше, чем среди женщин. Проститутки, которые их окружают, мужского и женского пола, позволяют им насладиться трудолюбивой любовью, но никогда не искренне. Они хотят любви. Вдруг Потанин заговорил, что он хочет уважения. Он хочет чувствовать себя не изгоем здесь в России. Ничего себе, охамели люди. Это как это? Существуют ли условия, при котором высший слой наших промышленников, захвативших целые отрасли, и это мое мнение, захвативших целые отрасли, существуют ли условия, при которых они будут заслуживать нашу любовь? 6600691. Таких условий не существует. 6600692. Существуют ли условия? То есть мы дадим им рецепт, ребят, там, не знаю, проползите на четвереньках, там, вокруг Москвы по МКАДу 25 раз, я не знаю, еще что-нибудь. Пересядьте на Ладу Калину. Пересядьте на Ладу Калину. Купите проездной на месяц. Жирите землю, не знаю, купите еще что-то. То есть существуют, да, существуют условия, при которых олигархи могут заслужить любовь и не чувствовать себя изгоями в стране. Они могут чувствовать, что их приемлет общество. На самом деле, Сергей, мы же с вами знаем, что это очень просто. Чего это? Очень просто. Тысяча рублей к пенсии, там, старика в каком-нибудь городе. Значит, да, такие условия существуют. Да, такие, чтобы заслужить искреннюю любовь, не халуйскую любовь, которая их окружает, а искреннюю любовь общества, такие условия существуют. 660-691. И мы дадим им рецепт. Нет, таких условий не существует вовсе. Никогда, ни при каких условиях мы их не полюбим. 660-0692. Вот чего хотят олигархи, и устами Потанина сообщество говорит о боли своей. Их не приемлет общество. Они не чувствуют себя полезными для страны. Они чувствуют себя изгоями. Они себя некомфортно чувствуют в собственной стране. Они не чувствуют, что люди понимают, что от них есть польза. Они не чувствуют уважения людей. И они думают, что они заслуживают, тем не менее, уважения. Но они его не чувствуют. Так вот, вопрос. Существуют ли условия, при которых они могут как-то так исправиться? Может быть, антроша какой-то вдруг выделывать на Красной площади. Я не знаю, что. Существуют, да, условия, при которых мы можем их полюбить. Да, они могут исправиться, и мы их полюбим. 6-6-0-0-6-9-1 проголосуйте. 6-6-0-0-6-9-1. Нет, таких условий не существует. Нет, не существует. Намыльте, ребята, веревку. Пойдите в клозет и повесьтесь. 6-6-0-0-6-9-2. Мы вас не полюбим, друзья. 6-6-0-0-6-9-2. Таких условий не существует. Потанин взвыл. Он хочет любви. Он не успел договориться со смертью. Что же там с лабораторией по апопоптозу человеческого организма, предотвращению апопоптоза? Что же с этой лабораторией-то, товарищ Потанин? Что у вас, не получилось что-то со смертью договориться? Так что же вы любви-то ищите тогда? Иначе. Если со смертью договорился, на кой черт ему была бы любовь? Алло, здравствуйте. Алло. Как вас зовут? Андрей, меня зовут. Какие условия существуют для того, чтобы мы их полюбили? Это нет этих условий. Не существует? Не существует. Я вам просто могу сказать, почему это одно... То есть есть одно условие, но это они должны, наверное, как бы расслабиться и не перестать договориться со смертью, там, или еще там с чем-то. Пусть живут как обыкновенные люди, вот и все. Живут как обыкновенные люди, но у них есть больше. Они могли бы делать больше, чем обыкновенный человек? Нет, они не могут делать больше, чем обыкновенный человек. Им так же нужно есть, спать. Как это? Они летают на собственных самолетах, сопровождаемые свитами шлюх и итальянских поваров. О чем вы говорите? Перестаньте, перестаньте. Это, знаете, все, как бы, это все мишура. Как бы, есть... Мы говорили по поводу, там, да, то, что не могут договориться со смертью. Я читал о том, что люди-держатели огромных денег пытаются все в массовом порядке создавать, не знаю, там, условия, лаборатория, договорятся с учеными, чтобы как-то продлить себе... То есть, там, не свои 70, там, а 80, 90, там, 120 себя сделать. Я подтверждаю, да. Да, 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 но не получится, ну, не получится. Да, лаборатории в Москве, по крайней мере, 3-4 известны мне. В Петербурге одна, в Харькове еще одна, на Барбадосе еще одна. Знаете, я только один совет дал, пусть Библию почитают, там все сказано по этому поводу. В Южной Корее, по крайней мере, несколько. Они хотят договориться со смертью. Кажется, не очень получается, они хотят любви теперь, понимаете, взамен. Ну, пускай примут естественные условия, например, то, что есть, например, там, смерть, да, тогда, может быть, их будут любить. Ах, спасибо вам большое, спасибо, спасибо. Значит, вот Юрий, который рассказал нам о христианском понимании, насколько я понимаю. Послушайте, 7881070, вот мы голосуем, вот мы голосуем. Значит, Потанин написал следующую минуту. Потанин написал письмецо нам с вами. И письмецо вот какое, через кого он это подбросил-то, жалостится-то он. Через ведомости. В ведомостях он это самое, рассказал нам все. Он жалобится. Он говорит, теперь главный вопрос для предпринимателя, приемлет ли его общество. Значит, не приемлет. Нужна ли, полезна ли его деятельность для страны. Значит, не полезна, по ощущению. Никто не хочет быть изгоем, жалуется Потанин. Потанин жалуется, что он не хочет быть изгоем. Любой нормальный человек должен комфортно чувствовать себя в своей стране. Они некомфортно чувствуют себя в своей стране. Ну так валили бы, эй, а где вам комфортно? Валите отсюда. Они понимают, что от них, что мы должны, мы, то есть мы с вами, Настя, должны понимать, что от них есть польза. Какая? Вот я хотела, может быть, еще один вопрос. За что их уважать? Кто в ходу может перечислить... Пользу от олигархи? Да, от Потанина, например, конкретно. Ну не знаю, либо вообще, привести пример. Да ладно, сейчас вам скажут, что он там какие-то две стипендии дает и так далее, но это существенно меньше, чем итальянские повара. Нет, а в целом его бизнес какую пользу приносит? Ну просто интересно. Его бизнес приносит пользу. Я пытаюсь вспомнить, что же это Потанин высадился на вечной мерзлоте. Это Потанин построил город просто вот так посреди вечной мерзлоты. Это Потанин начал добывать платиноиды. Это Потанин, да? Это не наши деды, нет. Это Потанин, правда же? Это мне кажется ошибкой. Это мне кажется ложным толкованием. Итак, они взыщут любви, они хотят нашей любви и уважения. Им некомфортно в нашей стране. Потанин хочет, чтобы вы просто их любили, уважали, и чтобы они не были изгоями здесь, на своей родине. Им видно скучновато, как их любят швейцары и шлюхи. Им видно скучновато, как их любят их итальянские повара и массажисты. Им хочется просто любви. Представляете, до чего обнаглела эта сволочь олигархическая? Им хочется любви. Так вот, я спрашиваю, существуют ли параметры, при которых мы можем их все-таки полюбить? 6600691. Таких параметров не существует. 6600692. Проголосуйте, пожалуйста. Таких параметров вовсе нет. 6600692. Такие параметры все-таки есть. Есть способы им как-то переделаться, исправиться. Вдруг найти каким-то образом это чувство любви. Сограждан. Алло, здравствуйте. Алло, доброе утро. Как вас зовут? Меня зовут Роман. Да, Роман. Хотел мнение высказать. Я такое извленье слышал, что качество человека определяется тем, как он влияет на жизнь других людей. Соответственно, с этой точки зрения можно оценивать, как им сделать так, чтобы их полюбили. Как? Принимать какое-то участие. Не какое-то участие, а... Слушайте, а знаете какой способ? Да. Хотите рискованную вещь скажу? Не мешало бы им полюбить нас? Ну, радикальный способ, согласен. Не мешало бы этой сволочи вдруг полюбить Россию? Не мешало бы этой сволочи вдруг полюбить русских, своих сограждан? Нет? Это не кажется вам дико экстравагантным? Это нормально. Но суть в том, чтобы принимать участие в жизни своей страны. Ну, например, завести деньги из офшоров как-нибудь. То есть такой абсолютно опрометчивый шаг совершить. Ну нет, до этого, я думаю, не дойдет. Они хотят, чтобы мы просто их любили, а они бы были в офшорах. Спасибо. Спасибо, Роман. Роман рассказал нам способ. Я подвожу итог голосования. Голосование... Посмотрите. Да, я смотрю, да. 17,7%. 17,7% полагают, что да, существуют параметры. И сейчас, пожалуйста, никто не звоните, кроме этих 17%. 17,7% полагают, что существуют параметры, при которых мы можем простить, возлюбить, уважать и не давать понять олигархам, что они изгои здесь в России. 17,7%, 82,3% полагают, что таких параметров не существует. Друзья олигархи, вам нужна любовь, боюсь, что вам придется намылить веревку, пойти и повеситься. Никогда мы вас не полюбим. 82,3% говорят. Итак, я хотел бы, чтобы позвонили только те, кто считает, что параметры есть. Вот параметров нет, это все понятно, да? Параметров нет, с этим мне более-менее все понятно. Те, кто считают, что параметры, да, есть, существуют параметры, при которых мы полюбим олигархов, такие параметры существуют. 7,8, 8, 107, 0, наш телефон в студии, погнали. Алло, здравствуйте, как вас зовут? Слушаю. Алло, Сергей, приветствую, Ярослав. Да, Ярослав. Параметр один, это справедливое распределение дохода. А что это значит, справедливое? А, это значит, что не нищие зарплаты, это значит, что большие социальные выплаты, это значит, что развитие... А вы готовы оставить им собственность? Что? Вопрос о том, что им принадлежит собственность, вы вообще не оспариваете. А есть ли смысл? Они говорят, что эта тема снята. Секунду, не шевелитесь. Есть у вас, Ярослав, секунда, я сейчас подойду к этой фразе его. Так, секунду, 10 лет прошлой... Я просто ищу его фразу. Правительство разрабатывает, он хвалит... Знаете, где-то есть его фраза, я ее сейчас найду вам, где он говорит, что вопрос о собственности... Вот! Нет, укрепилось государство. Что вопрос о собственности снят. Он говорит о том, что вопрос о собственности снят. То есть теперь больше мы не... С умягчением он об этом. Да, да, да. Он говорит, что если раньше собственники полагали, что еще останется их собственность или нет, то сейчас вопрос о собственности абсолютно снят. Осталось только вопрос об уважении и любви, и не чувствовать себя изгоями. Вот чего бы они хотели. Ну, Сереж, вот по тайне, вот это крокодиловые слезы, на самом деле, то, что он написал. Но вот собственность, мне кажется, не имеет смысла там пересматривать, распиливать. Потому что это будет то же самое еще на долгие-долгие годы. Вот все, что сейчас можно сделать им, да, это просто делиться. Делиться. Понятно, спасибо. Делиться таким образом, чтобы мы понимали эту дележку как справедливую. Отлично. Итак, 17,7% наших слушателей считают, что существуют критерии, существуют параметры хорошего поведения у олигархов, за которые мы не будем давать им понять, что они изгои в собственной стране. А сейчас они изгои, безусловно, очевидно для всех, для нас. 17,7% считают олигархи, могут исправиться. 82,3% лучше пусть пойдут и повесятся, мы никогда их не полюбим. 9 часов 52 минуты, двигаемся дальше. Русская служба новостей. В ночь со вторника на среду Игорь Сандлер представляет проект «Молочные братья». Лучшие образцы рок-музыки сразу после полуночи. Сокровища из коллекции мирового джаза ближе к утру. Молочные братья. Расследование с Жанной Ажиминой. Милицейские будни, статистика за неделю, уроки безопасности, ценные советы, как вести себя в той или иной правовой ситуации, рассказы о знаменитых преступниках и великих следователях. Расследование с Жанной Ажиминой. На РСН по средам. В 9 вечера. Моя милиция меня бережет. Русская служба новостей в интернете. Русновости.ру Главные темы дня. Гости эфира. Люди, формирующие информационное пространство. Онлайн-вещание. Блоги ведущих. Форум. Ваши вопросы и мнения с нашего сайта в прямом эфире Русской службы новостей. Русновости.ру Все главное сегодня. Русская служба новостей. Москва. 107.0 FM. Подъем. Фондовый рынок. Прогнозы и комментарии. 9.54 на связи с нами Лев Быстров, аналитик фондовой биржи РТС. Лев, здравствуйте. Доброе утро. Ну как вы, давайте все-таки что-нибудь хорошее нам. Ну, хорошее действительно есть. Можно я скажу, что доллар-то падает самым обнадеживающим образом. Он еще с пятницы вечером, вот на начальной сессии Форд, фьючерс на доллар, действительно снизился фактически на полпроцента. 31,6. Вот, если относительно рубля смотреть. Вот, соответственно, сегодня ждем на умеренно позитивном фоне все-таки попыток открытия вверх. Единственное, насколько они будут активными и агрессивными, сказать сложно. Потому что сегодня в Америке выходной, и, соответственно, на фоне этого у нас будут торги с ориентировкой на Европу, на данный момент растущую Азию. В принципе, если нефть окажет поддержку рынку, то мы увидим, может быть, даже больше, чем среднюю активность. 1,43.22 я вижу доллар-евро, 1,43.21. И, кстати, последние 10 минут он растет. Ну, так растет внутри диапазона. 1,43.22 доллар-евро. Ну, то есть уровни-уровни такие обнадеживающие, правда же? Да, да, да. Хорошо, хорошего дня вам, Лев. До завтра, до завтра, до завтра. Лев Быстров, аналитик фонда Биржи РТС, был на связи с нами. Двигаемся дальше. Подъем. Русская служба новостей. В движении. 9 часов 55, почти 56 минут. Где едете, что видите, расскажите нам о движении в Москве. Расскажите нам, где едете, что видите, что увидите из окна. Расскажите о засадах гайцев, расскажите об авариях. Что объехать, куда приехать. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Где вы едете? Дмитровское шоссе стоит так, как у молодого... Этого самого кота хвост. Да, мы знаем, спасибо. Так а что она стоит? Нет, а что она стоит? Вы объясните лучше нам причину. Стоит, потому что менты напились и не работают. Не разруливают ситуацию, как в Германии в белых плащах. Стоят, направляют. А у нас, суки... Так, все. Есть до какой-то степени. Безобразие какое. Безобразие. Так нельзя. Так нельзя. 7-8-8-107-0. Расскажите нам о движении в Москве. Алло, здравствуйте, как вас зовут? Здравствуйте. Да. Мы стоим на улице Яблочкова. Ну, в принципе, стандартно. Стандартно ничего не понятно у вас там? Что там, авария или что? Обычно? Нет, обычно просто Яблочкова всегда стоит. Вот. До Дмитровского шоссе. А так вот оно с утра-то бывает и постоять на яблочке. Вот еще хорошо, а? Да, я положу. Да, такой паузой. Извините за злорадство. Хорошо, еще звонки. 7-8-8-107-0. Где едете? Что видите? Расскажите нам о движении в Москве. Алло, здравствуйте, как вас зовут? Алло, доброе утро. Доброе утро. Это Николай. Да, Николай. Волгоградка стоит полностью. Но у меня есть к вам вот какое обращение. Обращение только по движению. По движению. Я вчера ехал от Любереса до Малаховской. Да. И меня останавливает мельсонер. Так. Компьютер у них. Я ехал где-то 50 километров, а компьютер показывает 134. И начинает меня разводить. Только после, благодаря тому, что у меня были свидетели, они испугались. Я говорю, давайте вызывать. Они испугались и не стали от документа от Деры. Скажите, они меняются в лице, когда лгут? Вы знаете, он нам поднял сначала шум, а я говорю, вы успокойтесь. Что вы так шумите? Давайте спокойно подойдем к данным вопросам. Нет, а мне интересно, у него хоть в уголке глаз есть какой-то метасигнал? Я лгу, я лгу, я сам знаю, что я лгу. Или нет? Есть, он глаза опускал. Он опускает глаза, будто красная девица. Господи, спасибо. Глаза в пол. Это говорит о чем? Что? О высочайшей морали русского мента. О высочайшей морали... И пока что-то... О высочайшей морали гаишника говорит это. Вот о чем. Потому что ему стыдно подонку, понимаете? Какая красота. Значит, у них есть стыд, совесть. А у нас есть спорт. 9.58. Погнали. РУСНОВОСТИ ТОЧКА РУ Подъем! 10 часов 4 минуты. Понедельник, 7 сентября. Здравствуй, Великий город! Здравствуйте все! Это... Русская служба новостей. Анастасия Ивановская, ведущая этой программы. Доброе утро! И Сергей Даренко. Настя не устает поздравлять Бастрыкина с двухлетием его службы. Бастрыкин дал... Я не могу понять вообще, в чем ее... В чем там пеночка? Кто-нибудь объясните? Смысл. Следователи, пожалуйста, скажите нам. И мы возликуем. И прокуроры. Чего это? Прокуроры тоже должны сказать. Прокуроры попраны, наоборот, Бастрыкиным. Бастрыкин попрал прокуроров. Он у них отобрал там чего-то и всякое. То есть, наоборот, прокуроры будут сейчас лаяться. Не надо. Следователи, старые, бывшие и так далее. Скажите мне, пожалуйста, вот два года службе Бастрыкин посчитал... Поймите тоже, если бы он ходил весь... Не чувствовал за собой гордости какой-то, а наоборот, был бы весь помятый, совершенно пожеванный, абсолютно несчастный Бастрыкин, он бы не стал бы всюду, во всех газетах насылать своих замов, а сам пошел в российскую. Понимаете, о чем я говорю? То есть, если бы предположить... Кстати, доллар, холера... Внимание! Ну, правда, кого-то же это интересует. Скажите, кстати, что там у нас на бирже. Доллар падает, падает, я со Львом Быстровым говорил... Снизился тоже. Нет, смотрите. Снизился-то он снизился, он обязан снизиться, потому что он... До 17 копеек, до 31... Дальше падает, последние 10 минут ураганом летит вниз, 1,4320. Что делать? Ничего не делать, смотреть с восторгом на это, с восторгом и с надеждой, что нас это не коснется, и все. Смотрите, 1,4320, я говорил Льву Быстрову, 1,4322 я говорил к евро, правильно? Говорил ли это? Говорили. Сейчас было только что 1,4332. 1,43... Опа! 33, 33, 34. Сейчас утром истет обратно, и все. Кто? Кто? Доллар. Но сейчас он падает 10 минут, как падает, как будто с горы катится. Я просто про это обращаю внимание. Может, кого-то это интересует. То есть все здесь праздные или журналюги, есть люди, которые работают, в том числе на Форексе. Кого-то интересует же. Слушайте, внимание. Значит, и там сейчас он торгуется у нас 3152, но это ничего не значит. Я так смотрю, что он падает активненько прям вот совсем на Форексе. Дальше. Давайте про Бастрыкина. Бастрыкин дает интервью, нагнал замов всюду, в известие зама нагнал еще... Комсомолку зама, да. Комсомолку зама, то есть раздал всем газетам по заму, а сам пошел в российскую. Значит, он ликует Бастрыкин от себя. Он чувствует, что он хорош необычайно сегодня с утра. Правда же? Ему 2 года. Давайте обсудим это кто-нибудь. Какая-нибудь есть выверенная точка зрения, товарищи? Что хорошего мы тоже возликуем. Алло, здравствуйте. Алло. Да, здравствуйте, как вас зовут? Меня зовут Вячеслав. Вячеслав, да. 788-170, звоните, кто может оценить эти 2 года изнутри следственного аппарата. Да, здравствуйте, еще раз, Вячеслав. Здравствуйте. Я хочу сказать, что Бастрыкин, такой же самый, как и Потанин, ничего не привнес и только унесет с тобой гиену огненную. Послушайте, Вячеслав, я вам хочу подметить здесь насчет гиены одну маленькую подробность. Потанин жалобится и хочет любви, а Бастрыкин, наоборот, ликует. Я призываю вас показать нам кто-то из Следственного комитета, давайте возликуем вместе с Бастрыкиным. Только дайте мне какой-то аргумент, хоть один. Алло, здравствуйте. Доброе утро. Да, вы из Следственного комитета? Я, это русское радио? Да, ну до какой-то степени, спасибо вам огромное. 788-170, 788-170, следователи, скажите мне, было, стало, было так, стало так. С Бастрыкиным что стало лучше, что стало хуже? Следователи. Алло, здравствуйте, как вас зовут? Меня зовут Михаил. Да, Михаил, вы следователь? Да. Ну вот, скажите, было, стало? Вот как, вот просто, вот по-простому? Ну вот, стало по правилам юридической науки, что следствие должно быть отделено от суда. То есть прокуратура не должна и вести следствие, и обвинять. То есть это разделено. Вы говорите, осторожно, будто кот ступает по мокрому полу. А почему вы так осторожничаете? Извините, извините, я не в силах вынести этого зрелища. Иногда интересно смотреть, как кот ступает по мокрому полу, а иногда нет. 788-170, 788-170, было, стало, кто-нибудь может сравнить, почему Бастрыкин ликует? Мне хочется возликовать вместе с Бастрыкиным. Алло, здравствуйте. Здравствуйте, я хочу поговорить. Поговорить будет трудно, поговорить будет трудно, потому что здесь темпоритом другой, мамочка. Темпоритом. Мы так зажигаем, мамочка, а тут нужно уметь... И быть ведущим. Вот так, вот так, вот так, вот так, вот так, мамочка, как в старые времена, но у тебя не получится. 10 часов 9 минут, погнали дальше. Русская служба новостей. Реклама. Израильская клиника «Металь» в Москве. Самый эффективный метод восстановления потенции. Точная диагностика и гарантия эффективности уже на первом приеме. 232-45-45. Консультируйтесь у специалистов «Металь». 232-45-45. Телефон рекламной службы 913-9963. Скромное обаяние знатоков. Тех, кто научился заглядывать за горизонт. Тех, кто помнит нужные цифры и может просчитать завтрашний день. «Умные парни» выходят в эфир, чтобы многое вам объяснить. В этот понедельник в студии журналист-публицист Александр Шмелев. Эти ребята отвечают за свои слова. «Умные парни» на русской службе новостей. В эфире «Русская служба новостей». Радио РСН. Подъем! Тема, которая не вполне политическая, но она важная для всех, кто еще летает и вот-вот улетит или возвращается. Вопрос, который я себе задаю, Настя, тоже. Вы пользуетесь авиацией, да? Ну да, иногда так. Смотрите, все время, все время и постоянно идут сообщения о том, что вернулись, вылетел из Варна в Москву. Вот сейчас «Боинг» вышел из Варны в Москву, произвел посадку в Варне снова. Что-то, значит, сработало нештатное. Ну ладно, хорошо, «Боинг» может быть старой. «Боинг» может быть старой, правда же? Ну может, конечно. И даже сплошь и рядом в Восточную Европу «Боинги» попадают из более развитых экономик, а иногда и из Африки. «Боинги», которые отлетали уже в Африке, они потом, так сказать, там поступают в Восточную Европу. Я тоже такое видел. Но, ну это, конечно, редко, но бывает. Ну вот, значит, но Ту-204, Ту-204 аварийно сел во Внукове из-за ложного сигнала о вибрации двигателя. Причиной аварийной посадки во Внукове самолета Ту-204, следовавшего чартерным рейсом из Нижнего Новгорода в Антальгию, стал отказ аппаратуры измерения вибрации правого двигателя. То есть, эта аппаратура показала, что лопатки вибрируют там, да? А вот они не вибрировали ничего, на самом деле. Понимаете? И так далее. Значит, на чем мы летаем? Я хочу спросить наших слушателей, людей авиации, людей, которые летают, людей, которые летают профессионально, люди в авиации. Расскажите нам, пожалуйста, на чем мы летаем? Потому что, когда мы садимся в самолет, 788-107-0 наш телефон, 788-107-0. Невероятно интересно понять. Я начинаю побаиваться, потому что много стало информации такой. Может быть, информации стали больше давать? Может быть, самолеты стали хуже? Может быть, раньше пилот принимал на усмотрение пилота, шел он все-таки там до Хабаровска, а теперь разворачивается и садится на всякий случай? Алло, здравствуйте. Алло, здравствуйте, Сергей. Я по поводу Ту-204, две недели назад буквально летел из Иркутска, сел в самолет, и думаю, дай-ка посмотрю в Википедии, что за самолет такой редкий мне попался. Да. Представьте, у него такая статистика, что из 50 машин, которые сейчас летают, каждая четвертая имела аварийную посадку по причине отказа двигателя, и ни один не разбился. Ни один не разбился, но это... Кстати, сколько у него там движков? Вы не видите? Ой, Настя. У него два, он похож на 310-й аэробус. То есть он на одном чапает нормально, тащит и все. У него, видимо, очень хороший планер, да, то есть двигатели не получаются, а планеры садятся без двигателя, и ни одного человека этот самолет еще не может. Ну, совсем без двигателя, и он сядет на скорости 400 км в час. Ну, я уж таких подробностей не знаю. Я вам скажу, ну правда, сейчас меня поправит кто-нибудь из летчиков, ну правда, потому что такой самолет может спланировать, безусловно, может, но только на скорости 400 км в час. Ну, в общем, суть в том, что у этого самолета хронические проблемы с моторами, с двигателями. Угу, понятно, спасибо. Вот мне важно понять, на чем мы летаем. Мы садимся в самолет, испытывая трепет. Я честно вам скажу, Настя, вот если... Да, давайте. Первоначально на нем предполагалось установить два двигателя, НК-82У. Конструкция предполагала большую преемственность, но дальше пошли какие-то... То-154, то-154, да. Да, а что случилось дальше с двигателями, надо дочитать. Ну, хорошо, ну что же самое интересное. Вы спросили, сколько двигателей, вот вроде два. Два, 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 два. Я сожру самолет каждый раз. Если честно, можно сказать честно, если это не Эмираты, если это не Эмираты, то мне страшно. Да? А если Эмираты... А Эмираты, скажите, почему не страшно? У меня две причины, на самом деле. Потому что я вижу, что это новые самолеты по салону, я реально вижу, что они новые. Они фактически новые. Понимаете? Это правда, я летала до недавнего. Второе. Я думаю, что исламские террористы вряд ли завалят Эмираты, что, наверное, ну, мне кажется, было бы с их стороны до какой-то степени нелогично. Поэтому я думаю, на Эмиратах как-то славненько лететь. Самолеты новенькие. Летчики сплошь англичане. Или голландцы. Или, ну, одним словом, понятно, кто летчики. Не арабы, нет. Ты летишь как бы, косишь под арабы, тебя типа исламские террористы не должны взорвать. Тебя везут англичане, как если бы, ого-го. Самолеты с иголочки. Все новенькое. Филипиночки тебя обслуживают. ТРПР-8ДР, всюду эти LCD-дисплеи и так далее. Понимаешь? Вот если я сажусь не на Эмираты, мне страшно. И я каждый день читаю всякую вот такую историю. Ту-204 только что сел во внукове из-за ложного сигнала в вибрации двигателя. Боинг только что вернули в Варну, потому что он взлетел, и у него произошел отказ. Да? Я уже не понимаю, на чем мы летаем? Может, перестать летать? Может быть, как Ким Ир Сен и Ким Чен Ир? Начать на поезде ездить? 788-107-0. Люди авиации. Расскажите нам, на чем мы летаем? Это оно все еще способно производить движущую эту подъемную силу? Извините. Да, здравствуйте. Здравствуйте. Александр из Москвы. Да, Александр. Дело в том, что, вы говорите, отличаются Эмираты от наших компаний только к степеню количеством вложенных денег в компанию. Техника, если она обслуживается достаточно, может быть, и старая, но хорошая. Скажите, мы вот садимся в самолет. У нас дрожат, вибрируют кресла при запуске двигателя. Потом некоторое время дрожит и вибрирует вот эта консоль, в которой моя сумка лежит. Потом капать начинает с потолка, чуточку, не сильно. То есть до костей не промокнешь, но капает почему-то. Значит, потом мне говорят, что этот самолет обалденный, проходит все ТО. То есть я не прав, правда же? Вы правы в том, что как бы не начинка, а оберточка некрасивая. Но самолет проходит ТО, значит, он безопасен. Что касаемо Ту-204, это как бы изначально детище советского авиапрома, которое, ну, недоделанное, ну, он сырой. Он уже, его надо закрывать программу, а он еще сырой. Ну, это советский авиапром. Так что же, ну, хорошо, на чем мы летаем? Объясните. Куда можно летать и на чем можно летать? Кроме Эмиратов, на чем можно еще летать? Можно летать на больших российских компаниях. На больших российских компаниях. Я сажусь в большую российскую компанию, борт приходит 747-200, то есть уже старый, реально старый. Я вижу там, знаете, я же сужу, послушайте, меня никто не пускает к двигателю, а? Как позвать, извините, я не... Александр. Александр, меня никто не пускает к двигателю. Меня никто не пускает, чтобы я посмотрел тросики, пневматику, меня никто не пускает. Нет, меня пускают зато в туалет. Там, значит, нет этого всасывающего вакуума, а такие, знаете, чашечки опрокинывающиеся. Вот такие вот штучки. Да-да-да-да-да-да-да. Я, значит, понимаю, что этому самолету двадцатничек минимум, правда же? Правда же? Я вижу надпись на стене по-английски. Не кидайте бумажки в унитаз. Ниже я вижу надпись по-французски наклеенную. Не кидайте бумажки в унитаз. Ниже я вижу надпись по-польски. Не кидайте бумажки в унитаз. Ниже я вижу надпись по-русски. Не кидайте бумажки в унитаз. При этом, естественно, унитаз забит бумажками. Но я думаю, что если у него четыре надписи, то значит, этот самолет летал уже в четырех компаниях, наверное. Скорее всего, летал. Ну, это бы ужасно. Не знаю, ужасно или нет. Это не ужасно, если его обслуживают английские инженера, как вы говорите. И квалифицированные наши инженеры. Да. Поэтому, а то, что самолеты возвращаются на базу, так это хорошо, что они возвращаются. Что летчик, как вы говорите, не тянет на свой страх и риск до пункта назначения, имея какие-то неисправности. Признайтесь кто? Все, что самолет вернулся в Варну. Признайтесь, кто вы? Признайтесь, вы летчик, вы пилот. Летчик, конечно. Вы пилот. Да, то есть нам стали больше сообщать, и пилоты по большему количеству причин решают вернуть самолет. Да, все склоняется в пользу безопасности. И когда у нас все кресла раздолбаны, ужас, кошмар, и нам дают рвотные массы, сдобренные кетчупом под видом обеда в самолете, это все равно не отражается. Это вопрос-сервис. Это вопрос-сервис. Да, то есть это на двигателе, вот ты и жрешь. Надо разделить вопросы безопасности и вопросы сервиса. Компании экономят на вопросах сервиса. Я понял. Это хорошо, что они не экономят на вопросах безопасности. Спасибо вам огромное, Александр. Хороших полетов, хорошего не было вам. Александр Летчик. Успокойственная речь. Я сажусь в самолет. Я же не знаю, Настя, я же не знаю ничего про двигатель, Настя. Мне дают рвотные массы, сдобренные кетчупом, и говорят, что это надо жрать. И, ну, пахнет, как рвотная масса. И я говорю, а что это? Они говорят, это этот, как его, фарш, и почему-то, но еще с чем-то. Ну, как бы он такой полупереваренный с виду. Ну, неважно. Потом, значит, я иду в туалет для надписи на английском, французском, польском и русском. Еще я делаю вывод, что этому самолету лет 300 примерно, понятно, да? И Александр говорит, при этом у него отменные, превосходные. Я как владельца автомобиля 93-го года производства. Да. Если его хорошо обслуживать, может быть, действительно можно без аварийной ездить. Обзор печати, погнали! Русская служба новостей. Составить, оформить, направить. Для тех, кто не знает, как подступиться к юридическому вопросу, ежедневная консультация на РСН ведет народный адвокат. В этот понедельник адвокат Жанна Смаль. Звоните с 11.30 до 12. Экономика по-русски или особенности национальной экономики? У нас объективный взгляд на происходящее. С понедельника по пятницу после 12 часов дня доктор экономических наук профессор Никита Кричевский говорит правду о нашей экономике. В этот понедельник гость в студии член Генсовета Деловая Россия, председатель Совета директоров инвестиционной компании Арбат Капитал Менеджмент Алексей Голубович. Экономика по-русски. Альфа. Высшая мера. Это мера офицерского долга и мужества, требований к себе и другим. Программа вице-президента Ассоциации подразделения антитеррора Альфа Алексея Филатова. Альфа. Высшая мера. О важном по большому счету. В четверг после 22.00. Русская служба новостей. Москва. 107.0.ФМ. Подъем. Сергеем Даренко. Найросен. Обзор печати. Анастасия Аножко. Вы знаете, что Россия вышла в плюс. Впервые за последние пять лет общая стоимость внешних активов России превысила объем обязательств. Это значит, что что-то очень хорошее случилось. И мы больше... У нас теперь больше того, чем мы должны. Кто-то из экономистов скажите, пожалуйста, еще раз прочтите вот как есть, потому что экономисты не понимают. Из ведомостей. Впервые за последние пять лет общая стоимость внешних активов России превысила объем обязательств перед зарубежными инвесторами. Когда они говорят о России, они полагают и субъектов экономической деятельности, или Россию как казну российскую. 7-8-8-107-0. Поясните, нам от этого хорошо или плохо? Что мы должны делать в этот момент? Да нам ничего не значит. Что мы должны сделать. По-моему, это ничего не значит. 7-8-8-107-0, если кто-то из экономистов знает, что это значит. Если не знаете, все равно, тогда не важно. Я думаю, что это ничего не значит. Почему это праздник такой в ведомостях по этому поводу? Ну, надо же что-то... Зарубежные активы России достигли одного и одной десятой триллиона. Обязательства России перед другими странами достигли 1,24. Но сейчас что-то сравнялось с чем-то, и у нас теперь зарубежные активы России выше, чем зарубежные обязательства. Господи, ну и что? Может быть, мы их погасим разом. Да нет, нет, ну это... Чушь какая-то, ну чушь какая-то. Ну все равно, им приятно. Ну не важно. Пусть им приятно, они радуются, и все. Пожалуйста, не надо мешать чужому счастью. Есть еще один человек, которому приятно. Это Сергей Кудряшов, бывший топ-менеджер Юкоса и Роснефти. Его прочат на место зампреда правления по нефти Газпрома. Новая должность появится еще со времен Рэма Вяхерева. Удалили всех зампредов, ну, чтобы ту команду, значит, соответственно, от нее избавиться. И 8 лет не было такой должности в Газпроме. Сейчас ее вводят. В общем, в Газпроме главным по нефти теперь, скорее всего, станет Сергей Кудряшов из Юкоса и Роснефти. Об этом также статью смотрите в «Ведомостях». Еще наша сеть социальная замечательная ВКонтакте собралась покорять остальной мир. Вы купили они vk.com. Имя. Имя, домены. Да-да-да. Заплатили, говорят, от нескольких десятков до 100 тысяч долларов. Как они называются, которые скупают всякие там Coca-Cola, Ru, как это люди-то эти? Да, слушайте, значит, нет, а у меня вопрос, а перспективка-то какая? Вот вообще непонятно. Особенно для англоязычных и англосаксонских, и романских языков вот это вот само звучание в ВКонтакте, ну, и написание довольно странно выглядит. Если для нас нормально, то для них... Ну, и вообще, при наличии Фейсбука, известно, что на самом деле ВКонтакте сделан на базе на движке Фейсбука. Да, и очень-очень сильно похож. В общем, перспективы непонятны. Ну, вот туда инвестируют деньги и собираются расширяться наши соотечественники. Посмотрим, что у них выйдет. Московский комсомолец сегодня богат на различные развлекательного такого второстепенного характера новости, но тоже интересно. 58-летний мошенник от искусства из Владимира продал множество полосин, а именно 18 картин неизвестных художников, выдавая их за одного-единственного художника по фамилии Юкин, ну, который действительно есть, и он уже умер, и вот его ценят. А этих неизвестных не ценят. Но он их продал, как если бы они были Юкиным. И, в общем, сейчас ведется дело, и вот там у него пособница была из числа искусствоведов. В общем, вот такая история вышла. Ну, и как ты сразу думаешь, может, картины-то, может быть, были... Абсолютно типично, Настя. Конечно, надо сначала скупить коллекцию, потом создать каталог и раструбить, что это выдающийся художник. Таким образом, вы покупаете коллекцию, полотно там по 400 долларов, нет, ну, хорошо, по 1000. А потом, после того, как выйдут каталоги с заключениями книга какая-нибудь, воспоминания современников, неважно, написанная вчера, значит, с именами, то уже по 10 тысяч полотно может уйти, понятно, да? Ну, конечно. Ну, и все. А потом, а он что сделал? Он сделал это, плюс, он еще, когда коллекция продалась, собственно, он коллекцию настоящего-то скупил. Да. Хочется этого автора. Он еще 18 полотен скупил у разных других художников и заодно уже сандалил в творческое наследие этого. Ну, скажите, пожалуйста, он просто сердобольный человек, он чувствовал, что всех хотят купить, а уже кончилось. И он говорит, да какая разница? Сколько таких сердобольных... Да какая разница, если честно? Вот, если честно, да, возникает эта мысль. Но московский комсомолец еще публикует статью о том, что мальчиков нельзя ругать за двойки. Это, правда, из Великобритании пришла новость, но все равно нам тоже очень должно быть интересно. По заказу правительства Великобритании были проведены исследования, и оказалось, что вся система образования в школе заточена под девочек. Ну, вы знаете, девочки, они, во-первых, развиваются быстрее, правда? Ну, мы все знаем, ну, в смысле там... Они развиваются быстрее, но они развиваются конечнее. Да, к сожалению, да. Они развиваются до 11 лет очень быстро, очень быстро, очень быстро, потом перестают, и так уже 11-летними старушками умирают. Они делают хорошие успехи, они прилежные и так далее, оставят именно за это оценки. И, в общем, обратите внимание на эту статью, мальчики... Но если бы девочки хоть на миллиметр после 11 лет развивались бы, хоть на миллиметрик один маленький крошечный... Ну, в жизни они бы тоже, да, больше... Они бы, может быть, чего-то достигли. Так ничего не достигают, потому что ровно в 11 лет, ну, хорошо, в 12, у них заканчивается развитие. А мальчики бойки получают. Вот неприятность уже, правда? Это же для вас, мужчины, для мальчиков, чтобы вас поутешить статья. Что вы сразу на женщину, так сказать, переводите? Да ничего я не привожу. Она говорит, мы развиваемся быстрее. Вы развиваетесь быстрее, но вы быстрее упираетесь в потолок, который ниже. Вот и все. Ну, извини, ну что, ну, давай поспорим. Вот из высоких материй у нас Медведев дал задание разведчикам. Такая статья вышла в «Известиях». На самом деле, многие издания об этом написали. Дмитрий Анатольевич встречался с руководителями спецслужб стран СНГ. Там такая интрига была. Ну, из Грузии не приехал представитель, как и ожидали. Еще очень под сомнением думали, приедет, не приедет из Украины. Ну, приехал. Мало того, там очень активно себя вел на этой встрече. В общем, смысл встречи был в том, что Дмитрий Медведев дал поручение и высказал пожелание, чтобы спецслужбы все сотрудничали между собой, следили за тем, чтобы деньги, денежная помощь, которая выделяется России странам СНГ, не уходила по левым каналам неизвестно куда, а деньги шли действительно на дело. Об этом смотрите подробно. А раньше разведчики крали деньги, получается? Нет. Раньше они об этом не знали. Теперь им дали задание. Теперь деньги красть не будут. А не представляет ли это нам разведчика, как какую-то ритуальную спящую фигурку, какую-то в уголке, она специально пылится, потом ее достает Медведев и говорит. Нет, правда. Ну, серьезно. Медведев говорит разведчикам, пожалуйста, предотвратите кражи. Это можно говорить в двух случаях, на самом деле. Если они раньше прежде не знали о кражах, либо крали сами. Если они крали, можно сказать, не секунду, спокойно. Ну, вот я вам говорю, например. Например, Анастасия, пожалуйста, мойте за собой чашку. Это о чем вы говорите? Ну, например, просто я говорю, нет. Это намек сразу, понятно. Это намек, что вы ее это и не мыли. Или вы не знали, что ее надо мыть. Значит, разведчики представляются с этих слов либо пентюхами, либо ворами. Почему они раньше-то не остановили? Я боюсь, что Сергей вы настолько близки к истине, что даже не хочется дальше развивать эту тему. Давайте я еще... Даже страшно делается. Да, они... То есть они либо пентюхи, которых теперь только научили, что они должны препятствовать. Они раньше просто не в курсе были. Они ходили такие зюзички, делали, как... Вот так делали. Ну вот, им говорят. Эй, хватит, алло, давайте ловить уже кого-то. Ну вот, это первое. Второе. Или они сами крали тогда, очень уместно им сказали. Эй, прекратите красть. Они говорят, ну, бля-бля-бля, хорошо ли был. Может такое быть? Да, и все. Что еще? Все, еще у нас большая двадцатка встречалась в лице министров финансов и экономики. И там был наш Кудрин. И Кудрин высказывался и говорил, что нам придется ехать, нам в смысле, видимо, России, ехать по колдобинам и кочкам. Кудрин, кстати, выступил защитником больших бонусов для высших руководителей корпораций. Целая ссора вышла между министрами финансов, пытались договориться, нужно ли законодательно ограничивать эти бонусы. В итоге пришли к выводу, что пусть президенты каждой страны решают. И, между прочим, разговор шел еще на тот счет, что есть некие принципы морали, неопровержимо действующие. А почему Кудрин был против? Кудрин был против. Потому что он за демократию? Нет, он, наверное, за мораль русских управленцев. Он полагает, что им не надо запрещать, они сами откажутся, ничего подобного. Вы думаете всерьез, что он так полагает? Я думаю всерьез, что он так не полагает. Он полагает, что они, а, аморальны, б, им не надо запрещать получать большие бонусы, полагает Кудрин. А то они выйдут на большую дорогу, ну понятно. 10 часов 30 минут, новости на РСН. 10 часов 33 минуты мы с Анастасией Анашко продолжаем. Настя начала тему образования, неожиданно, которую подхватывают сегодня очень многие издания. И, в частности, Владислав Иноземцев пишет в «Видомостях». Насте, вы говорили о том, что мальчиков нельзя ругать за двойки, мальчикам вообще нельзя ставить двойки, мальчиков надо всячески любить и поощрять в пороке, да, поощрять. А мальчики, значит, после этого... Ну, ты знаешь, когда они подрастут и наконец начнут это... Нет, Настя сейчас толкала от британских ученых тему, Настенька. Позвольте мне повторить, что вы сказали. Да, пожалуйста. Значит, девочек надо ругать, бить, пороть, издеваться над ними, потому что они и так умные. Мальчиков ни в коем случае не обижать, потому что они, безусловно, недоумки, ублюдки, матершинники, анонисты и все, что хочешь. Поэтому их надо все время любить, нежить и ни в коем случае не обижать. Так я и сказала, да. Тогда и в результате они вырастут хорошими мальчиками. Ну да. Нет! Есть шанс. В результате они вырастут ублюдками, которые не способны взять на себя ответственность за семью, за страну, за... и так далее. Понятно, да? Чего? Нельзя, говорит, ругать мальчиков. Наоборот, надо все время их хвалить. Посмотрите на молодое поколение. Скажите мне, пожалуйста. Вы знаете, их не ругали? Мне кажется, им только... Их нежили, лелеяли, они выросли окруженные заботливыми, хлопочущими курицами, женщинами, которые, значит, прививали им мысль, что они все принцы, что они подарок для грядущей супруги, что они подарок для страны, они подарок для босса. Я не знаю, я не знакома с этим поколением. Конечно! Это абсолютный отстой. Это поколение абсолютно... Что вы? Что вы, мальчики? Боюсь, а вас говорили в свое время то же самое. Нет? Нет, у нас сразу говорили, вот поколение героев. Вот им надлежит... Пионеров. Да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да. Послушайте. Значит, сегодня Иноземцев пишет, правда, очень интересно. Иноземцев пишет то, что я все его публикации стараюсь читать, да? Владислав Иноземцев, «Модернизация.ру. Печальное знание». Он говорит о том, как удивительны цифры, которые он анализирует. 1,46 миллиона человек, 1 миллион 460 тысяч человек пришли на первый курс. Это вот уже физически, физически. Это уже не мертвые души, а это почти полтора миллиона человек. Но выпущено школами почти 900 тысяч человек. Откуда-то еще 600 тысяч человек пришли... Они валандались по армиям, где-нибудь, может, сидели. Кто что делал? Да, но они не ритмично валандались, обратите внимание. Правда же? Ведь они, если бы ритмично валандались, то примерно одинаковое число бы прекращало валандаться ежегодно. Правда же? Да-да. Они вдруг прекратили валандаться. Дальше. Еще удивительную вещь, которую он говорит. Например, что в России учат 340 тысяч профессоров и преподавателей. Американских студентов учат 1 миллион 720 тысяч преподавателей. Представляете, да? То есть их учат в 5,5 раз больше профессуры в Америке. А студентов больше в 2 раза. Студентов больше в 2 раза, профессуры в 5,5 раз. Так вот, дальше. Доля студентов среди граждан 18 и 23 лет сейчас составляет в России 64,9%. А 65% это студенты. Чему они учатся, если они потом не находят работы и не работают вообще? Да? Он дает данные здесь, которые, может быть, в современной России высшее образование стало распространенным и бессмысленным. В Москве в 7-8 годах 10% выпускников вообще не поступали на работу. 24% устраивались на должности, не требовавшие высшего образования. Уже 34, правда же? Менее 50% начинали карьеру по той специальности, по которой они учились. Понимаете, да? И так далее. И так далее. То есть, это статья, которая сегодня Владислава Иноземцев в ведомостях разоружает русскую систему образования. И, в общем, некую социальную болезнь. А для чего мы отправляем детей туда? Для чего вы отправляете детей туда? Я спрашиваю. Вашей дочери сколько? Два года. Два года? Я уже задумываюсь, куда бы ее определить. Я пытался пригвоздить, а ножку не получилось. Нет, серьезно. Для чего вы их отправляете в нелепые вузы? Для чего ваши дети учатся в Академии, в Высшей Академии Кройки и Шитья имени Надежды Константиновны Крупской? Для чего они туда ходят? Потому что это еще советская вера в то, что образование дает... Да, кстати, интересная еще вещь. Кстати, интересная вещь, забавная совершенно. Это, конечно, Владислава Иноземцев пишет в сегодняшних ведомостях о том, что у нас докторских и кандидатских, защищенных, с 96 по 2006 год возросло количество докторских и кандидатских в Южном федеральном округе на Кавказе. Да. Сейчас я совершу выходку. В 9,5 раз. То есть больше докторантура как расцветает на Кавказе. Докторов и кандидатов в наук на Кавказе сделалось больше в 10 раз почти. В 9,5 раз. Представляете? Нам же, помните, как-то звонил слушатель и говорил, ну, хотят люди жить красиво. Да. Вот слушайте, для чего вы загоняете своих детей в эти бессмысленные вузы, которые не дают им образования? Хочу родителей спросить. Вы отправляете своего ребенка учиться в якобы вуз, якобы учиться с целью. Цель, цель, просто, коротко. Я делаю это, потому что я хочу этого. Давайте, Алла, здравствуйте, как вас зовут? Здравствуйте, Владимир. Да, Владимир, для чего вы отправляете своего ребенка учиться в бессмысленные вузы? Ну, все-таки закончить образование. Среда во многом определяет, что из человека получится. И попадая в определенную среду, хотите или не хотите, он получает определенные науки. Ну, да и нет. Да и нет, потому что ведь среда это, а если это среда бездельников, если это среда... Всяко может быть. Всяко может быть. У английских лордов дети принимают наркотики. Естественно, риск есть. 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 И в связи с тем, что я согласен с первой частью от постановки, что это совершенно бессмысленно. Вот почему свои дети я хочу отправить учиться за рубеж. Шанс получить работу и начать работать уже во время учения в вузы гораздо выше, чем у нас. За рубежом, да? Да. К сожалению, я не работаю в нефтяной области, хотя в нефтяной области хотят, так сказать... Но вы хотите, чтобы школу здесь закончил? Ну, у меня уже дети учатся, и я все-таки планирую перевести их учиться. И даже в школу перевести? Ну, школу-школу тяжело, конечно, все это, но хотелось бы. Очень осторожно, очень осторожно. Я знаю несколько примеров. Для того, чтобы попасть по-настоящему в хорошие школы, нужно построить в школе библиотеку. То есть нужно такие вклады внести, чтобы... Там взятки не возьмут, там возьмут здание библиотеки, понимаете, да? Могу себе представить, да. Да, 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 да. А или вы попадете в школы, где вас будут просто задорого вашего сына или дочь учить, но там же будут дети арабских шейхов, там будут золотые ручки на дверях и кокаин почти в разнос и оптом, и как хочешь. То есть вот, понимаете? Понимаю. Это проблема, абсолютно серьезная проблема. Я не знаю, я бы до университета не отдавал бы никуда. Только в университет туда, если. Ну, именно так и хочу поступить. У меня студенты, студенты первого курса, понимаете? И вот вопрос, что делать дальше для меня, вот через три года, когда не закончат, становится очень актуальным. И я не нахожу... Настя, вопрос к вам. У меня вопрос. А из чего вы вывели вот свою мысль о том, что здесь во время учебы труднее устроиться на работу, чем там? Вы же с вами статистику привели, я сам тому живое потребление, весь пример. Круг моих друзей. Скажите, вот из моего круга никто, никто, 99% людей, закончивая МВТУ, имени Баумана, не работает по специальности. Никто. Люди с отличным техническим образованием. Я вам говорю, вам там создали извилины. Дальше это же не для того, чтобы вы работали по специальности. Вам там дали извилины. Еще на этом. МВТУ дает извилины. Этого достаточно. Это уже приз по жизни большой. Спасибо вам большое за звонок. Хорошо. Ответа нет. Ответа нет. Зачем они отправляют детей, которые... Все хотят быть им лучше. Все. Погнали дальше. Сейчас мы вот что. Сергей Миронов обнаружил потребность выработать единый учебник истории. Настя против, я за. Через за одну минуту вернемся и будем обсуждать. Погнали. В эфире русская служба новостей. Это заставило вас купить свежую газету. Заголовки дня. В этот понедельник Москва начала жить по закону гор. В студии автор статьи корреспондент газеты «Известия» Александр Андрюхин. Журналисты сами укажут на то, что написано между строк. После 11 на РСН. С понедельника по пятницу. Он прошел горячие точки бывшего СССР. Работал в Сербии, Ираке, Ливане. За его спиной больше ста командировок на войну, три ранения и сотни репортажей из районов боевых действий. Владислав Шурыгин и его комендантский час. Каждый понедельник мы говорим о войне, армии и военной истории. Комендантский час на русской службе новостей. В эфире русская служба новостей. Подъем. 10 часов 43 минуты. Говорите мне про Миронова. Рассказывайте немедленно. Настя, говорите. Миронов. Миронов. Встречался с группой преподавателей истории. Вы видный деятель, видный гуманитарный мыслитель современной России Сергей Миронов. В пятницу встретился с группой преподавателей истории. Не надо смеяться. Сдержитесь. Все хорошо. Сергей Миронов. Сдержитесь, пожалуйста. Уже нет. Видный гуманитарный мыслитель современной России. Повторите. Сергей Миронов. Сергей Миронов. Видный гуманитарный мыслитель современной России. В конце дрогнула щека. Школы нет. Школы нет. Ну, школа должна быть. Ну, же говорите, чтобы лицо не менялось. И все. Как кирпич будто все равно. Сергей Миронов, видный гуманитарный мыслитель современной России, встретился в пятницу с группой... Видите, у меня лицо не дрогнуло. Вижу. Абсолютно. Ну, это потому что... Школа. Выучка. Выучка. Мне еще учиться. Так вот, слушайте. Он сказал, что нужно противостоять и противодействовать попыткам фальсификации истории в ущерб интересам России, которые состоялись недели ранее. Так написано, я читаю. Серьезно. Это газета-газета. Газета-газета. Миронов предложил учителям обсудить ситуацию с учебниками истории. Участники встречи сошлись во мнении, что у учебников выходит действительно слишком много. Мы должны быть согласны по ключевым моментам собственной истории. Мы должны на уровне штампов понимать, что это так. Понимаете? Мы должны или нет? Такое согласие должно быть? Настя, говорите. Ну, я-то привыкла к тому, что должно, потому что я-то по одному единственному, единому для всего Советского Союза учебнику истории училась. И мне даже себе представить сложно, как сейчас учителя для себя решают. Стоп, стоп, назад. Час назад вы были либералочкой. Час назад вы были либералочкой, вы почувствовали. Нет, я отдаюсь. Значит так, у нас должен быть единый учебник истории. Единый. Я тоже побоюсь. Я побоюсь. Каким он выйдет, этот учебник? Ужасненько как-нибудь выйдет. Ужасненько. Ну, ничего, а потом переделываем по новой. Ну, пусть он будет все равно единый каждый раз. То есть мы его будем переделывать каждые пять лет, но пусть он все время при этом будет единый, я думаю, надеюсь, так. Хорошо, нет, правда, слушайте. Главное, обложку оставлять. Внимание, вы считаете, да, что да, России нужен единый учебник истории, потому что мы должны по ключевым, мы не можем жить здесь все время лаяться, мы должны по ключевым позициям иметь согласие, хотя бы через поколение, понимаете? Ну вот, значит, 6600691, да, такой единый учебник действительно нужен. Нет, единый учебник засорит мозги, создаст каких-нибудь таких андроидов ужасных, и, значит, и вдобавок этот учебник напишем не мы, значит, там какая-нибудь пакость будет идеологическая и так далее, от которой мы потом детей должны будем отучать. 6600692. Ну вот, понимаете? Значит, вот, да, единый учебник нужен, понимаете, потому что нужно согласие по поводу каких-то своих позиций принципиальных, потому что не надо, знаете, по каждому вопросу, по каждому вопросу, значит, Тевтонский орден наступал, там, наступал. Сергей, ну есть вопросы, типа, Сталин эффективный менеджер, вот эта фраза же из учебника, история, вот по этим вопросам. По-любому вопросу есть спор. Ну есть, да. Тевтонский орден наступал. Потом, значит, какой-то историк говорит, чего наступал, да это наши князья постоянно грабили территорию Тевтонского ордена, и это, в общем, были шайка на шайку. Мы говорим, нет, ледовое побоище, тыр-пыр-восемь дыр, Александр, нет. Но он говорит, да ладно, это просто там свары какие-то бандитов были, по-настоящему это как Солнцевский на Измайловских. Вы что, ребят? Нет, ну мы же, поймите, нужно согласиться, наконец, что это были настоящие наши всегда герои, и они всегда наши охренительные, а те всегда подонки и так далее, понятно, да? Неважно, какие Солнцевские, Долгопрудницы, мы каких-то одних берем, те наши, точка. Тверские, например, подонки, московские молодцы, потому что вы знаете, что Москва истребила Тверь, да? Значит, при этом московские молодцы, тверские подонки, точка. И все, никаких споров нет. И так, потому что это способствовало, ну и понятно, да? Значит, нужно какие-то точки согласиться, понимаете? Значит, князь Рязанский воевал против нас, Ольгерд сволочь, а Ольгердовичи молодцы, наоборот. Какие-то позиции нужно согласиться, иначе у нас каша будет в голове, не будет истории, мы не будем нацией. Если у нас не будет... Скажите американцам, что Плимутский камень ужасное местечко, камень ужасный, и Плимутские старцы кретины, и что этот Мэйфлауэр, конечно, полное дерьмо. Скажите, пожалуйста, американцу, вас тут же расстреляют мгновенно, если вы будете при этом в Америке? Нет, серьезно. Причем расстреляют не государство, а граждане. Понятно, да? Потому что у граждан в Америке есть согласие по Плимутскому камню, есть согласие. Они точно понимают, что он охренительный, понимаете? Вот и все. Ну, как бы, то есть у нас должны быть такие точки согласия, окончательные, выверенные или нет? Хорошо. Да, должны быть. 660 на 691. Единый учебник истории. Пожалуйста, пусть нашим детям загадят головы штампами. Но это даст нам ощущение, что мы единая нация. А потом, если когда они захотят изучать все в подробностях, сделался ли Александр Невский католиком на Адре или еще чего-то, пусть вот это вот пусть они потом изучают уже от умствования. А это не надо сразу изучать. Не надо. 660 на 691. 660 на 692. Нет, мы в ужасе от того, что опасными штампами забьют головы наших детей. Мы в ужасе от самого даже предчувствия. Мы даже примерно представляем, каким тухляком забьют им головы. 660 на 692. Но поймите, тогда не будет единая нация. Спокойно. То есть вы должны выбрать, какой из зол вы выбираете. Алло, здравствуйте. Как вас зовут? Добрый день. Меня зовут Юрий. Да, Юрий. Добрый день. Я твердо знаю, что у Ольгарда была вторая жена Ивского княжеского дома. Да. И поэтому мы можем претендовать на территорию и Литвы, и Польши законам оснований. Абсолютно с вами согласен. Я считаю, что и без оснований тоже имеем право. Потому что кто они такие, супротив нас. Конечно. Все равно, что как каштанка на супротив человека. Да. Да, все, спасибо вам большое. Алло. Вот, да. Я уверен, что должен быть выработан государственный учебник истории. Это как горд на бензин или там на тормозные колодки. И только он, эти учебники должны быть в школе. А кто интересует, пускай читает там. Отдельно. То есть вы считаете, что для того, чтобы была единая нация с единой историей, с едиными пониманиями, пусть даже их назовут штампами, нам нужен единый учебник. И нам нужны точки согласия. Вот. Тогда мы будем понятны друг другу. Понимаете, о чем я говорю? Нет? Наш слушатель, я не запомнила имени. Он считает, что мы имеем право на Литву, потому что Ольгер был женат на псковской бабе. И правильно делал. Да, очень замечательно. Но он думает при этом, утверждая так, что учебник, который он увидит, если он выйдет единый, то он будет соответствовать его опознаниям и его оценке истории. А если нет, вот он не представляет себе ситуацию, да наоборот, когда будет учебник истории единый, где будет написано, нет. Юрий верит в государство. Мы ни на что. Юрий верит в государство и то, что государство, как таковое, всегда скажет что-то верное, считает Юрий. И все. Остальные пусть читают книжки, правильно? Нет. Юрий прав во всем, но я говорю особенно в том, что мы, конечно, можем претендовать на их территорию. По феодальному праву особенно. А главное, на основании того, что они, акикаштанка сопротив человека, и все равно, что плотник сопротив столяра, кто они сопротив нас? Конечно, ясное дело, что их земля наша. Ну, после этого. Кто они сопротив нас? Да никто вообще. Дрянь и тряпка. О чем мы говорим? Ну, конечно. Ну вот, Юрий подтверждает, главное. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Как вас зовут? Алексей Макланов. Алексей, ваша точка зрения? Моя точка зрения такова, что люди, которые верят в государство и думают, что должна быть единая книжка, забывают о том, что потом только эта книжка и останется. Вот. Ну, это же дает точку согласия. А вам уютнее? Она чревата, она чревата очень плохими последствиями. Чревата, но мы же, как всегда, радикально избираем какую-то радикальную точку зрения как общую, а через там 10 или 20 лет придаем ее анафимию и вырабатываем новую. Так некому будет вырабатывать новую, вот в чем дело. Все, кто останутся, уже не будут способны вырабатывать. Не правда, после Советского Союза... Всегда находится деседа какая-то, о чем вы говорите? Ну, какие нужно было проехать испытания, чтобы эту деседу... Ну, в общем, вы поняли, о чем я говорю. А путь серединности знаком России? Выработать такую точку зрения, как Пакта Монклоа, такую, как в Испании, когда они нашли середину, так мы можем? Да, наверное, но... Да, но ни разу в жизни не делали. Не делали, да. Ни разу в истории русской нации мы так не делали. Может быть, однажды так сделать, может быть, выработать точку зрения «да, но», «да, но», «да, но». Это «да», «но», «противники толковали это так», условно говоря. Или «этот поступил Х, поступил так, но его противники склонны были видеть здесь иные мотивы», да, условно, да, и так далее. То есть можем ли мы создать учебник истории чуть-чуть, чуть-чуть... Полемичный. Более полемичный, более широкий по горизонтам. Мы уже способны, мы уже не дети, как нация. Знаете, там вот такая фраза, там произошло то-то, то-то, да, но фальсификаторы истории считают иначе. Понимаете, Настя, ну это же ключевой вопрос. Зрелость нации настолько высока, что мы можем позволить себе сказать, что Х, согласно большинству историков, действовал так, мотивируя свои поступки таким образом. Однако его критики не склонны разделять этого пафоса, там, словно говоря, и его критики склонны наделять его и иной мотивацией. Например, да, там, например, там, московские бояре перерезали Можайских всех с ног до головы, там, и так далее. Видимо, для того, чтобы процветала Россия, но также для того, чтобы хапнуть их с земли, там, условно говоря. То есть, возможно ли, возможно ли там, или серпуховских московские перерезали, отчасти инкорпорировали в свое, значит, сословие с целью «ы» там. Можно вот как-то трактовать по-разному, м? Не знаю, способны ли мы, не знаю. 10 часов 53, почти 54 минуты мы завершаем голосование «да». Вы хотите единый учебник истории? Вы хотите единый учебник истории, потому что нам нужна единая нация и единые точки согласия. 71,1%. 71,1%. А, нет, ну там будут такие штампы, за которые будет стыдно, и поэтому, черт бы с ним, с единым учебником, да и с единой нацией, 28,9%. Ну что, результат, который вы предовсхищали, нет? Примерно. Примерно, я тоже так и думал. 10,54 в движении. Русская служба новостей. Секреты экономики. По вторникам в 9 вечера. Андрей Бунич, президент Союза предпринимателей и арендаторов России. Что творится с нашей экономикой? Кто виноват? Что делать? Все тайное станет явным. Андрей Бунич на Русской службе новостей. Секреты экономики. Своя правда. Каждый будний день, после 8 часов вечера, в прямом эфире Русской службы новостей. Видные политики страны и столкновения противоположных позиций по самым актуальным вопросам. Можно ли примирить непримиримых? Каждый авторитет. И у каждого своя правда. 107 секунд на ответ. 107 секунд на итог. С понедельника по пятницу в 20.00. Русская служба новостей. Москва. 107.0 FM. Подъем. Русская служба новостей. В движении. 10 часов 55, почти 56 минут в движении. Где едете? Что видите? Расскажите нам о движении в Москве. Алло, здравствуйте. Засады, аварии, что объехать? Куда устремиться? Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Константин. Да, Константин. По проспекту Андропова в центр. Движение в обоих направлениях свободное. А говорили про Волгоградку, что стоит? Про Андропову ничего не говорили? Нет, там я сегодня не был. Я единственное заметил, стоят ребятки в районе музея-усадьбы Коломенское. Так что будьте осторожны. Всем удачи. Есть. Спасибо вам. Хорошего дня. Хорошего дня и хорошего движения. 788-170. Где едете? Что видите? Расскажите нам о движении в Москве. Алло, здравствуйте. Как вас зовут? Здравствуйте, Дамир. Ну, Волгоградка едет в принципе. Едет час назад, не ехала. Ну, это диалектика. Машин гаража. Диалектика, да. Летим-летим практически. Есть, спасибо. Волгоградка тоже едет. На Волгоградке люди стояли час назад. Мы слышали об этом. 788-170. Расскажите нам о движении в Москве. О засадах, о гаишных засадах, о всяких диковинках, о всяких удивительных вещах. И о Бавариях, конечно. Алло, здравствуйте. Сергей, здрасте. Здрасте. Тут вот засада около Новодевичьего монастыря стоит в медицинский пункт вместе с гайцами. Я вас всех призываю туда поехать и помочь, потому что, вы знаете, мы изучаем засады не для того, чтобы избежать, а для того, чтобы устремиться на помощь гайцам. Да. Все устремляетесь у Новодевичьего, стоят гайцы с автобусом и всех меряют на алкоголь. Спасибо. Спасибо вам огромное. Сейчас туда подвалят народ, я думаю, все. Скорее, 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 можно не успеть, а вдруг они уйдут. Хорошо, я вам оставляю Вячеслава Петрова с обзором спорта, я оставляю вам Анастасию Аножко, которая будет сегодня по известиям, да? Да, по известиям. Приходит корреспондент из известий. Что будет? Москва начала жить по закону гор. Вопрос. Вот такая статья, ну, по поводу убийства вот этого расстояния. Буквально через несколько минут приходит автор статьи, и вы слушайте, пожалуйста, Анастасия Аножко будет его тут допрашивать и пытать. А я пойду и проживу его этот понедельник, 7 сентября.